Чужбин ТВ в Москве. Мы приехали в Россию. Мне кажется, я спиваюсь. Это какой-то кошмар. Беринская тусовка переехала в Москву. Русский район — это самый центр. Париж вообще трансформировался. Натурально турецкая махаля. Практически каждого человека в эмиграции хотя бы раз посещала мысль, а правильно я сделал, что уехал? Может быть, стоило остаться? Может быть, здесь я бы добился большего? Эти вопросы волнуют каждого эмигранта. Мы сейчас в России. И я решил встретиться с людьми, которые этот выбор для себя сделали. Они вернулись в Россию, и они живут теперь здесь. Я задам им вопросы, а, собственно, как это возвращаться? Страшно ли это? Что сказать друзьям? Что сказать родственникам? Значит ли это поражение? Или значит новый просто период жизни? Итак, сейчас мы с ними встретимся, и все это обсудим. Аня, привет! Слушай, как я понял по рассказам, ты такая прям техно-тусовщица, типичный выложитель Берлина. Расскажи немного про себя, чем ты занимаешься, что ты там делал вообще, что ты делаешь по жизни. Привет, меня зовут Аня. Я инженер и дизайнер в швейной промышленности. Изначально я переезжала в Берлин по визе для поиска работы, и, соответственно, там жила полгода. Но, к сожалению, оказалось, что в Берлине нет больших производств и фабрик, где бы я могла работать, и пришлось вернуться в Москву. И здесь дальше я продолжаю свою деятельность. Как бы я дизайнер сумок и рюкзаков. Ага, ну а ты при этом тусовщица или нет? Ну, при этом, конечно, естественно, то, что уже попадает один раз в кровь. И что сюда попало такое в кровь? Ну, естественно, техно, естественно, Берхайн. Как бы это же дворец техно, где происходит все. Как бы, ну, Берлин и Берхайн, это такие неразличные. Вообще клубная культура именно Берлина. Но это мое чувство прекрасно. То есть мое ощущение себя говорит мне, что мне хочется на себе, например, розовые волосы и черные одежды. Это для меня как бы... Мне в другом неуютно. Ну, такая берлинская униформа, да, во многом? Ну, как оказалось, до этого... В Москве здесь это не Канай, да? Ну, сейчас уже все, уже мода прошла пять лет. Сейчас как раз-таки вот тот самый Берлин можно увидеть на подростках, на молодежи. Сейчас в метро это, ну, частично на треть это тотальный Берлин. Total Berlin. Мы сейчас на Китае городе, в таком типичном московском парке, горка, который построили сами жильцы этого района, говорят. И мы здесь с Георгием, который нам, собственно, расскажет о том, как он уехал, приехал. Чем вы занимались? Я занимался там, работал инженером-электриком. То есть я сначала выучился на инженера-электрика, потом я работал в России инженером-электриком, потом я в Германии работал инженером-электриком. А что такое инженер-электриком? А что делать? Ну, в частности, это огромный спектр самых разных видов деятельности. Я, в частности, занимался проектированием подстанций высоковольких. Очень интересно, как это вот найти работу в Германии, жить в Германии, работать в Германии. А немецкий язык был у вас? Да, конечно. А, то есть уже он выговорит немецкий? Да, обязательно. Я в школе изучал немецкий язык со второго класса. Это была школа с углубленным изучением немецкого языка. А так, да, вот инженерные специальности, IT и медицина, это самые востребованные в Германии профессии. И, как говорят, им гораздо проще получить разрешение на работу. А зарплата, ну, вы можете не говорить, сколько, но вообще она сильно отличается от того, сколько получает такой специалист в России? Если заняться пересчетом и позанять калькулятором, то, конечно, зарплата, исчисляемая в тысячах евро, она смотрится гораздо приятнее, чем зарплата, исчисляемая в сотнях тысяч рублей, например. Я долго прожила во Франции. У меня есть французское гражданство, которое честным образом заработало, получив во Франции высшее образование, проработав там несколько лет в крупном рекламном агентстве, платя налоги очень немаленькие. Ходила отмечаться в полицию. Работала несколько лет всего, два с половиной, три года конкретно в этом агентстве. Потом еще год я работала заводчим, координатором в хореографическом училище. Совершенно случайно это получилось. На самом деле, ну, мне в какой-то момент жутко надоела реклама и токсичная среда, которая была в агентстве. Во французском. Во французском, да. Нас ужасно там эксплуатировали, платили немного совсем для того объема работы, которую мы делали. Мы работали с ведущими французскими компаниями. Да, я переехала очень много лет назад. Смотри, в 2000 году я закончила здесь школу. При этом в детстве я тоже поездила из-за того, что мой папа математик. И когда он, когда занавес у нас открылся, он решил, как молодой математик, что вот ему хочется познакомиться с японскими, итальянскими, немецкими математиками и обмениваться опытом, и с ними работать, то есть расширить как бы свой горизонт. Поэтому он писал там письма во все университеты мира. И там, где ему давали, как молодому специалисту, шанс там год поработать, по преподавателю, позаниматься наукой, туда мы и ехали. Поэтому мы пожили и в Италии два года, и там в Германии полгода, и в Америке. Это были 90-е, да. Мы сейчас в такой классической московской Сталинке на проспекте мира. Идем в гости к Роману. Он приехал в Москву из Лондона, вернулся сюда не так давно. Так, сейчас, так, по-моему, здесь нет звонка. Ром, привет. Привет. Отлично. Ты как? Нормально. Привет. Вау, как здесь круто. Проходи, располагайся. Какая Сталинка-Сталинка. Проходи, чувствуешь себя как дома. Можно пройти сюда. Да, давай. Здесь самая большая и самая светлая комната. Вау. Но еще пока все это нужно приводить в порядок. Слушай, у тебя прям такой советский шик вообще. Круто. Да, на самом деле я раньше просто очень долго жил в современных квартирах, что очень-очень надоело. И я как-то начал ценить, наверное, исторические интерьеры. Поэтому нашел вот такой вот классный вариант. Круто, круто. Слушай, а за сколько ты ее снял, если не секрет? Я ее снял за 48 тысяч. Это прям очень мало по сегодняшней мерке. Это с коммуналкой, да? Да, это включая все. Слушай, ну а ты расскажи про себя вообще. Кто ты, что ты, чем ты занимаешься, откуда ты? Я стилист, художник по костюмам. Я занимаюсь одеждой, занимаюсь съемками, коммерцией. Раньше работал в модном журнале. Сейчас занимаюсь съемками клипов, фотосъемками. Ну, в общем, все, что задействует... Ну, то есть стилисты это тот, кто подбирает одежду для какой-то съемки? Там, конечно, чуть-чуть спектр побольше, но по сути, да. Вообще я из города Димитровград. Там я родился. Практически всю жизнь прожил в городе Самара. Закончил там школу. И в 17 лет я уехал в Лондон. Поступил в университет. Прожил там 5 лет. И вот не так давно, где-то 4 года назад, переехал в Москву. Меня зовут Варя. Первый раз я приехала одна, потому что у меня было какое-то тяжелое, сложное состояние. Мне хотелось вообще переключиться, уехать. По одной где-то побыть, погулять. Я приехала в Берлин. И ты знаешь, я помню, я сошла с трапа, хотела сказать. В общем, я вышла из аэропорта в Тегеле и села на автобус. И я помню это ощущение невероятной какой-то легкости, что меня просто попустило. Вот, что, ну, я как бы в чужом городе, но при этом я себя чувствую супер расслабленно. Как-то вот это ощущение легкости и свободы, вот оно мне очень запомнилось. А вот такой личный вопрос, а отчего в Москве ты так бежала или что-то? Ну, если ты можешь говориться. Ой-ой-ой-ой. Да, могу. Слушай, ну, на тот момент, когда я первый раз приехала в Берлин, я поменяла работу. У меня закончились отношения. И, ну, хотелось просто что-то поменять. На самом деле, вот ты переехала и что ты там делала? То есть ты реально тусовалась, искала работу, да? Ну, я приезжала туда с бывшим мужем. С первого дня, ну, со второго дня приезда, во-первых, пошел учить немецкий язык, вот очень шуль. То есть я ежедневно полдня ездила, училась немецкому языку. Соответственно, за эти полгода я должна была найти работу. То есть я как бы писала резюме, отправляла. Ну, и еще была проблема, всем известная проблема найти жилье в Берлине. Мы просто полгода постоянно переезжали с места на место, искали квартиру. У нас за полгода было шесть или семь переездов. Ну, это известная история, что в Берлине, в принципе, большие проблемы с поиском квартиры. Огромные там очереди, спрос превышает предложения. Вот, и на самом деле за всю мою жизнь в Германии я сменила пять на шесть квартир, наверное, за три года. То есть первое время, когда ты приезжаешь, тебе все супер нравится, все новое, классный новый опыт, новая работа, новые друзья, я не знаю, новый город, новая квартира, все новое. Вот, тебе хочется это впитывать, ты супер активный, ты на позитиве. Ну, помимо этого ты решаешь бюрократические проблемы, конечно. В одну компанию отправил резюме, из этой компании очень быстро мне ответили, состоялось собеседование, и там через неделю после собеседования... Вы полетели туда или... Нет, нет, через скайп, сейчас же у нас 21 век на дворе. Вот, все по скайпу. Очень быстро мы нашли общий язык с этой компанией, мне прислали все необходимые документы, отнес их в посольство. В посольстве выдали там очень быстро, удивительно быстро выдали рабочую визу. Отдельно вот от того, что бросается в глаза, там ничего не работает по воскресеньям. То есть вообще ничего не работает. Если хочется купить какой-нибудь еды, то это нужно там, вот единственное, по мне говорили, на вокзале, круглосуточное, 24 на 7 работающий всю неделю, продуктовый магазин, и в аэропорту. Если уж сильно хочется есть, а есть нечего, и ты вот не сходил в субботу и не купил, то надо идти на заправку. Москва лучше сервисом. Вот, если ты хочешь, я не знаю, купить телевизор в 5 утра, ты пошел и купил, потому что здесь есть магазины, работающие 24 на 7, здесь отличная банковская система, если тебе нужно перевести деньги с карты на карту, это происходит в момент, по номеру телефона. Ну, то есть... А в Лондоне, так? Нет, абсолютно нет. Ну, во всяком случае, на тот момент, когда я там был, там такой системы не было. И для того, чтобы перевести деньги, тебе нужен был обязательно номер карты, это все могло происходить в течение нескольких дней, у тебя могли запросить какое-то подтверждение связи с этим человеком, кто это, почему вы отсылаете. Ну, то есть какие-то очень странные моменты, очень много бюрократии. Париж сильно отличается от Москвы и до сих пор, хотя сейчас, ты как-то понимаешь, за последние 15 лет с этими волнами эмиграции Париж вообще трансформировался. Тот Париж, который я узнала, приехав туда подростком, и тот Париж, в который я приезжаю сейчас, это совершенно два разных города по демографии, по наэлектризованности в воздухе. И сейчас, если честно, там совсем напряженно, как мне кажется. А в каком случае? Ну, то, о чем все говорят, что Франция становится менее французской из-за того, что туда приезжают разные культуры, особенно много там мусульман из разных стран. И так было уже, когда я туда приехала, просто тогда все как-то больше уважали друг друга. Сейчас есть некоторая воинственность, да. Ну, одни пытаются свои культурные коды на, как бы, на, я даже не знаю, как это сказать, вот. А другие, да, другие пытаются быть открытыми, но при этом говорят, слушайте, вот наши ценности, пожалуйста, уважайте их. Жизнь Парижа, как и в Москве, очень быстро текущая, напряженная, люди все время спешат, люди много работают. В Париж стекаются люди из разных стран Европы и из разных городов Франции, потому что там больше возможностей. То есть, это, по-моему, похож на Москву, получается? В этом смысле, да. Во всем остальном нет. Сервис там ужасный, пациенты швыряют тебе засаленное меню, говорят с тобой только на французском. Сколько раз там приезжали мои друзья, которые не понимая, и там, я же не могла с ними все время проводить. Я на работе, встречаюсь с ними вечером. Вечером они мне рассказывают, сколько раз им нахамили за день. Тем не менее, даже самый бедный человек в России, мне кажется, более щедрым и более, как сказать, знаешь, благодарным, чем там. Там вот эта вот благодарность, она вся какая-то немножко напускная, там много лицемерия. И конкретно в Париже люди все время недовольны. Вот твой день начинается с того, что ты ездишь на работу в метро, и там уже все друг на друга фурчат. Там вот нет вот этого, как у нас, знаешь, серые лица, да-да-да. А там все как-то уже начинают взаимодействовать и с желанием друг друга как-то подколоть, как мне кажется. Потом на работе все возмущаются. Погода плохая, это плохое, тут в плохом настроении. У них очень много причин повозмущаться. Меня это всегда очень удивляло. Я как человек, который, наоборот, старается во всем найти позитив и порадоваться, лишний раз улыбнуться. Для меня это всегда было такое немножко, ребят, ну хватит, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. В фоне знакомства с немецкими реалиями, которые очень здорово от наших отличаются. А вот какие, что это? Ну, например, любимое слово всех немцев, это слово термин. То есть встреча какая-то, назначенная на определенное время. Вот что-то хочешь сделать, обратиться в какую-то государственную компанию, в государственное учреждение, или надо тебе в банк пойти, или что-то такое, вот надо назначать термин. Причем термин может быть хорошо, если через две недели, тебе очень повезло. А так обычно надо месячишко, два, три подождать, пока тебе назначат время, и ты должен будешь туда прийти, куда тебе надо. То есть в России же не так, на самом деле, в России все побыстрее. Ну вот, например, у нас сейчас появилась такая прекрасная вещь, как госуслуги. В Германии ничего подобного нет даже близко, поскольку там все граждане здорово повернуты на теме теперь, на теме сохранения личных данных. На эту тему масса анекдотов присутствует, если интересно, я расскажу. Да, расскажите, конечно. Ну, там такой типичный немецкий анекдот, что сидят люди в приемной врача, ждут приема, и медсестра по громкоговорителю объявляет. Уважаемые пациенты, поскольку у нас теперь закон об охране личных данных, мы не можем называть вас по именам и просим пациента с сифилисом пройти в смотровую. Ну, Лондон вообще самый интернациональный город в мире, и главный, мне кажется, плюс этого города как раз таки то, что там сосредоточено самое большое количество людей с разных уголков Вселенной. Вот, и за счет этого есть какой-то усредненный менталитет. То есть все друг друга уважают, ты можешь выглядеть как хочешь, одеваться как хочешь, ходить во сколько хочешь. Ну, то есть ты можешь абсолютно свободно самовыражаться и чувствовать себя в безопасности. А в России? Ну, в России, конечно, есть с этим некоторые нюансы, но вот бытует стереотип все-таки, что Россия опасная, в России так страшно. На самом деле, я бы не сказал, есть какие-то, безусловно, города, в которых действительно совсем все по-другому. Но, в общем, в целом, Москва такой же европейский город, как и Лондон, Рим и все, что угодно. Ты не можешь не тусоваться. То есть у нас было как-то 4 или 5 недель на Герцарбанхофф. Это Берлинский парк, где продают наркотики. Дроганвек называется. Да, Дроганвек это наркотический путь. В общем, берлинский, Аня жила в Берлине, это типичная берлинская жизнь. Расскажи, кстати, как это не тяжело вообще, как это... Это очень тяжело. Не вставало. Ну, как сами берлинцы говорят, что у них вообще как бы неделя так, то есть это в понедельник это отхода, то есть в понедельник это не рабочий день. Во вторник это Black Friday, что там? Не, во вторник это Suicide Tuesday. Suicide Tuesday это когда эндорфины на нуле. Я как берлинец, который прожил там 3 года, я уже знаю, что это терминология. Suicide Tuesday это когда тебе очень плохо, ты тусовался в выходные, эндорфинов нет, и ты типа залипаешь дома, не знаю, смотришь на дождь, слушаешь музыку для медитации и хочешь умереть. И хочешь умереть, да, именно. Думаешь, подбираешь лучший способ для этого. Да, гуглишь 10 способов кончить с тобой. Да, ну в общем, вот такая берлинская жизнь. Потом в среду, это единственный день, который ты работаешь. Четверг как раз, потому что в пятницу тусуются туристы, поэтому четверг у них тоже считается клубный день. То есть в четверг уже начинаются все клубицы. В пятницу тусуются туристы, соответственно, все берлинцы тусуются дома. То есть вот эти все хоум-пати. Соответственно, в субботу тоже. И вот как раз в воскресенье это тусовочное. Если ты, в принципе, любишь всю эту культуру, там, музыкальную сцену, любишь ходить на тех на вечеринке, то, да, в принципе, ты этим себя развлекаешь. Вот, если это не совсем твое, ну да, тебе, наверное, будет скучновато. В период как раз вот спада, когда, в общем, у меня эйфория закончилась от приезда, у меня пошел спад, вот, ну, тогда я начала познавать все эти стороны жизни. Ходила тусоваться во все эти берхаймы? Да, 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 ну, да, горжусь тем, что оба два раза, когда я была в Берхайме, меня пустили. Ну, ты прям со всеми, как сказать, все включено в этот пакет было, я имею в виду. В смысле? Ну, вообще, берлинские, как тебе, как сказать, ну, что входит обычно в техно-набор? Берлинский пакет развлечений. Берлинский пакет развлечений или нет? Слушай, ну, я могу сказать так, что алкоголя в тот период жизни, в общем, было значительно больше, чем в Москве. И в какой-то момент я подумала, что, о боже, там, не знаю, мне кажется, я спиваюсь, это какой-то кошмар. Но в Москве, мне кажется, люди, ну, тут разные культуры, как бы, бухания, скажем так, вот. Просто в Берлине нормально считается, там, типа, каждый день выпить, там, баночку пива. Я помню, в пятницу, вот, у меня до сих пор это сцена перед глазами, что я иду в супермаркет, закупаться едой. Я единственный человек, который покупает продукты, а не пивас. Утром люди ходят, знаешь, ставят будильник на 9 утра, чтобы, вот, как они говорят, зомби, когда уйдут. Да. И, типа, прийти после зомби. И, типа, там, утром такая хорошая атмосфера. Я был один раз, это. Ну, мне кажется, зомби не ушли, на самом деле, когда я там был. Ну, там, по-моему, все до Талова остаются, то есть, там, как раз утром это самое жаревое такое, что, особенно утром понедельника. У меня была такая техно-кобра, да, тоже. Да, мы даже здесь корона из такого черного стекла, там. Ты так ходила в Берхайне, да? У меня еще черное, черное пальто, кос, такое строгое, стильное, черные кроссовки, я такая-то... Слушай, а ты говорила, у тебя какие-то афиши из Берхайна, да, есть? Ну, да, я на самом деле, когда попадала туда, я собираю афиши, и вот у меня как... Ну, на самом деле, афиши, они тоже не просто так сделаны. Каждый месяц эти афиши делают именитые дизайнеры и художники, и каждая афиша – это произведение искусства. Ну, с обратной стороны, там, расписание диджеев, кто когда выступает, и описание. Это как-то жестко, да, выглядят? Какие-то крысы. Ну, как бы, ну, это же Берхайна. Это тех, кого не пустило, да? Ну, это мясо, символизм мяса, мне кажется. Мы приехали в Берлин, тут тоже с культурной программой, там, музей Ниндзель, все остальное, Зоу, и тогда Цоу, правильно говорить, вот, и туда, и сюда. А приехали, сошли поезды, а там гей-парад. Причем, если бы это были какие-то вот граждане, причем там граждане, я обратил внимание, шли с плакатами. Плакаты в массе на английском языке написаны. Интересно, для кого? Вот мы на все это дело посмотрели, там... А что, в Штутгарте не было гей-парадов? Там же тоже какое-то гей-движение, нет? Мы-то в Штутгарте этого не видели, а в Берлине видели. Ну, вот это вот, причем, он-то все принимает какие-то отвратительные формы, ну, эстетически отвратительные, там, как уж, как естественно, отверстиями тела распоряжаться-то. Взрослые дееспособные граждане могут решить самостоятельно, но вот именно эстетическая составляющая, она произвела... Ну, да, ну, там не каждый день гей-парад, конечно. Нет, конечно, но Берлин, он такой, Кройцберг, это маленькая Турция. Ну, там зависит отчасти, он вообще модный район считается. Ну, он модный район, но это маленькая Турция. Потом моя одноклассница живет в Берлине, мы к ней поехали в гости, вышли из метро, посмотрели налево-направо. Натурально турецкая махаля. Ну, да, нет, ну, мир сейчас же мультикультурный в целом. Это тоже. В Москве тоже все перемешанные комьюнити, атмосферы. Я так говорю не потому, что я кого-то недолюбливаю по национальному признаку, нет, я всех ненавижу одинаково, это шутка. Но когда нам вот одно дело, то, что рассказывают, там, из телевизора про мультикульти и все остальное, совсем другое, когда ты это наблюдаешь собственными глазами, там, слышишь собственными ушами, нюхаешь собственным носом. Если ты хочешь кем-то стать в Англии, в Лондоне в частности, ты должен потратить огромное количество времени на то, чтобы пройти все ступени карьерного роста. У нас, конечно, это делает совсем по-другому, все это завязано на связях, на каких-то рекомендациях. И есть такой вариант, что ты можешь с позиции ассистента стать образно главным редактором журнала. За какое время? За короткое. А там? За очень короткое. У нас это возможно, ну, буквально за пару-тройку лет. Там ты будешь работать 20 лет, но у тебя есть, конечно же, какие-то гарантии, что каждый год будут повышать зарплату, каждые несколько лет тебе будут ставить выше позицию. Тут же, конечно же, ты можешь работать 10 лет на позиции ассистента, и в то же время за два года ты можешь стать боссом. Вот. Нестабильно. Но в Европе вообще к этому совсем по-другому относятся. Например, у меня есть моя хорошая подруга, с которой мы работали в журнале. И дело в том, что в Киеве пришел заказ на съемку от очень известного французского бренда, и они уже договорились обо всем, только в один момент, в самом конце, они спросили, сколько ей лет. И она сказала, что ей 24 года, и они отказались, потому что они посчитали, что она слишком молода для того, чтобы для такого известного бренда делать съемку. Хотя по качеству их все устраивает. Это просто их принцип. Ну, так вот, то есть это эйджизм, по сути, да? В некоторой степени. Да, да, да. Молодежь, тебе еще нужно походить, постажироваться. Я не осталась в Нью-Йорке, потому что, несмотря на крутой диплом от этот MBA, я была совсем зеленой, а ты же знаешь, в Америке, чтобы взять кого-то на работу, во-первых, компания, иностранцы на работу, компания берет на себя, даже французы, компания берет на себя все расходы, связанные с визами, с рабочими, и она должна доказать через Homeland Security еще несколько там инстанций, что человек, которого они берут, лучший специалист или специалист, которого нет в Америке или в этом штате, или в этом городе. И они не стали с тобой. Ну, как они могли это доказать, если я только-только вышла из университета, у меня не был никакого опыта работы, кроме нескольких стажировок там между вот курсами. Это было нереально. И вирус в Алисе? Я была вынуждена, у меня закончилась студенческая виза, я очень соскучилась по Москве, поэтому я вернулась сюда и даже тут поработала год, а потом все-таки уехала в Париж, вот в это рекламное агентство. В Париже совсем не так. В Париже, чтобы что-то менять, надо быть там, не знаю, родственником Саркози или кого-то, ну, понимаешь. Там, в Париже надо очень, люди в Париже всю жизнь маленькими-маленькими шажочками поднимаются и часто уже, ну, как бы, у них часто они угасают, пока они работают, потому что достичь какого-то, во-первых, сделать свой проект очень сложно, дорого, сложности, куча там, как это называется, документ, ну, в общем, сейчас я забыла слово, да, ну, не документы, а в бюрократии, вот. Везде какие-то, да, сложности, препятствия, тебе нужно получать постоянно какие-то лицензии, долго ждать. Тут все намного быстрее все-таки. Они говорят, что там карьера делается дольше. Дольше, намного дольше. Если вы просто приехали за год, не знаю, вчера ты работала на концерт, а завтра ты, у тебя уже сеть в своих кафе. Именно так, просто будь работягой. Это вопрос культуры. Мне кажется, что там надо это место заслужить, именно вот долго-долго-долго доказывая, кто ты. И потом там есть вот эти вот, там никто никогда не отдаст свое место главного редактора. Он будет на нем сидеть. Там намного сложнее выгнать человека с работы или попросить его, или там как-то с ним договориться. Намного сложнее. Там люди как бы цепляются за свои рабочие места, никому их не отдают. И там намного менее гибкая вот эта вот вся история. Здесь другая культура. Если ты талантливый, если ты яркий, если ты идейный, тебя берут, продвигают, дают тебе возможность, как мне кажется. Я так понял для себя, что в Германии гораздо больше формализма. То есть там обязательно надо соблюдать какие-то процедуры, вот их обязательно надо соблюдать. Какие-то вопросы, как у нас, например, можно решить в рабочем порядке, там это вот не надо. Вот все должно быть зафиксировано в письменном виде обязательно. Вот есть форма, форму надо заполнить. Что не знаешь, как заполнить, спроси. Это, пожалуй, самое большое отличие, которое я заметил. А эффективность, кто эффективнее работает? Как говорят, что если нужно выкопать канаву от КПП и до обеда, надо брать немца или японца. Если нужно выкопать канаву вчера и особой сложной формы, надо русского приглашать. В Берлине, собственно, это был второй год моей эмиграции. И как раз тогда все пошло как-то на спад. И меня прям конкретно придавило плитой. Я поняла, что если я не буду там барахтаться, я просто не выплыву. А плитой все вместе? То есть стресс от нового места, стресс от новой жизни? Нет, смотри, стресс, стресс он был положительный. Это был первый год, и все было классно. А потом как-то ты немножко привыкаешь, и ты думаешь, блин, а что мне делать? Как я буду потом жить? Во что это в итоге выявится? Что мои дети будут говорить на немецком языке? О, боже. Слушай, ну хорошо, вот ты прожила там сколько получается? Три года, да? А почему ты решила вернуться? Ну да, окей, спокойно. Но в целом вот это решение о возвращении, ты долго ли его принимала, как-то там ушла? Слушай, ну на самом деле у меня не было изначальной цели переехать, ну как эмигрировать полностью с концами. Мне было интересно получить опыт именно жизни с границ. Я вообще думала о том, что я поживу там месяцев 8, вот, и я уеду, вот. Но как-то так получилось, что, собственно, жизнь засосала немножко, вот. И работа у меня была супер-классная, и жалко, в общем, ее было терять. И, ну не знаю, но все равно внутри жило это какое-то ощущение, что мне нужно назад в Москву. Вот прям у меня оно присутствовало постоянно, и друзья мне говорили, ну что ты ноешь? Ну как бы, если хочешь, тебе нужно это обязательно сделать. Вот, потому что, ну ты уже столько времени об этом говоришь, ты пожалеешь, если там ты не сделаешь. А ты что? Тебе березки снились, там закаты над Москва липой? Ну, типа того. То есть я приезжала, когда в Москву из Берлина, когда еще жила там, ну я приходила там в Большой театр на какой-нибудь там русский балет, и у меня просто там слеза катилась по щеке. Ну, то есть, да, вот, не хватало какое-то нахождения в своей родной культурной среде. Вот. Ну, то есть немцы не берут свою компанию, я имею в виду вот общение, да, в свое, не интегрируют в себя. То есть друзей немцев у тебя у вас не было, да? Это ты должен интегрироваться. Это ты сюда приехал, вот будь любезен сам в это общество, интегрируйся, если хочешь там вид на жительство, например, получить, будь любезен сдать специальный экзамен, что ты знаешь, как надо жить в Германии. Ну, я имею в виду, что они дружить не будут с тобой. Ну, как сказать, дружить? Друг – это такое понятие очень специфическое. Но общаться будут, там, раз в месяц, там, или в полгода будет коллектив собираться, там, куда-то там сходить, выпить по бокалу пива. Но в гости домой не позовут? Нет, это не вообще ни в коем случае немцы, по крайней мере, те вот, с кем я контактировал, опять, это Южная Германия, консервативная, там в гости зовут ближайших друзей, может быть, с которыми с детства знакомы, и родственников. Больше никого в гости не зовут. Ну, зачем? Ну, тем не менее, мне очень нравятся здесь люди, у меня прекрасный круг друзей, я просто молюсь на них, на всех. В Париже были классные друзья, но их было буквально вот на пальцах пересчитать. Они были… потому что это исключение, найти там человека доброго, преданного, который тебя действительно там любит, уважает, а не вышвырнет тебя, как салфетку, как только ты ему перестанешь быть нужен. Вот здесь все-таки по-другому. Здесь тоже это есть. Здесь тоже бывает, что люди общаются просто потому, что ты, там, не знаю, популярный человек, и вот с тобой общаться, с тобой общаться, значит, быть тоже клевым. Ну, есть такое, безусловно, но тем не менее, большинство моих друзей и знакомых – это люди очень самодостаточные, очень целеустремленные, именно не амбициозные, а которым хочется много творить, работать, взаимодействовать, придумывать, переизобретать себя. Мне это очень нравится, меня это очень подстегивает, чтобы тоже быть такой. То есть, все-таки Россия всегда так восхищалась Францией, исторически. Да ты знаешь, Франция тоже восхищается Россией. Они считают нас могущественным государством с огромной историей, они боятся Путина, для них он такой, как бы, какой-то Воландеморт, я не знаю, ли, очень могущественный вот какой-то лидер. Нет, они понимают прекрасно, что у нас, и они интересуются, они интересуются русской историей, русской литературой, им вот это все цари, им это все очень интересно, их это очень впечатляет. Они все мечтают когда-нибудь поехать в Москву и в Петербург. Для них это очень, так, апеллинг. Рома, а ностальгии у тебя не было? Тебе снились там московские высотки, самарские леса какие-то, что-то вообще? Ну, мне кажется, честно говоря, вообще очень странно. Мне кажется, ностальгия вообще в принципе появляется, когда у человека возникает дискомфорт. Ну, то есть, почему-то мы все вспоминаем о доме и о березках именно в тот момент, когда мы оказываемся в какой-то неудобной для нас ситуации среди непонятных нам людей, и ты начинаешь вспоминать, ой, как было, и как было здорово, и как было просто. Мы очень тяжело воспринимаем новое, да и вообще, в принципе, интегрируемся с большим трудом. Ну, а про интеграцию ты имеешь в виду, что мы же, наоборот, любим себя казаться иностранцами, все время сборажаем какие-то акценты, знаешь, типа, я там, я американец и все что-то. А почему тебе кажется, что мы при этом не интегрируемся? Ведь, наоборот, вот как бы француз, он из детства с французом или американец, он говорит, я американец, где бы он ни был. А русский, он уже сразу англичанин, или он уже сразу американец. Я думаю, потому что у нас люди не ценят то, что у нас есть. Потому что у нас нет понимания того, что... Я живу в советской квартире. Очень странный. У меня один человек из всех живет в подобной квартире. Все остальные живут в итальянских интерьерах. Шелка, люкс-перелюкс. Ну, то есть, у нас все пытаются соответствовать какому-то европейскому стандарту, хотя на самом деле у нас есть чем гордиться. У нас есть классная архитектура. У нас есть классная мебель. У нас на самом деле очень много интересных моментов, которые сейчас, кстати, начинают ценить молодое поколение. И даже если вот мы говорим про сферу моды, сейчас огромное количество дизайнеров, которые делают отсылки к советскому времени, к периоду девяностых. Это как раз очень по-европейски, на самом деле. Когда ты обращаешь внимание на свою культуру, на свой стип, потому что, например, берлинская квартира, она скорее такая в плане, что там оставят старые косяки, старые полки, старую мебель немецкую. А у нас, наоборот, надо навести был этот евроремонт. Да. Которого нигде не было в Европе. Ничего подобного никогда не существовало. Присутствует такой момент немножко, что ты не хочешь показаться лузером, когда ты уезжаешь, что у тебя там ничего не сложилось, ничего не получилось. Но я на тот момент активно была в психотерапии. Вот. И в общем, мне терапевт очень помогла с этим моментом. Вот как-то принять то, что я делаю это, потому что я хочу, а не потому что меня вынуждают к этому обстоятельству. То есть у меня был уже постоянный контракт на работе, у меня было все хорошо там с висами какими-то моментами. Вот. Но, да, мне как бы хотелось как будто бы оправдываться перед людьми за то, что я приезжаю обратно. Вот я понимала, что будешь хвал вопросов на эту тему, я уже заготавливала какие-то ответы, знаешь, из серии то, что, ну, как бы меня не устраивало там качество маникюров, да, и, собственно, ну, типа, знаешь, закос такой под дурочку. Вот. Вот. Но, да, слушай, это было сложно, потому что, с одной стороны, три года – это все-таки достаточно большой кусок твоей жизни, и ты уже немножко так, ну, пророс корнями уже, там, как-то зацепился немножко, вот, и сложно менять, ну, в любом случае сложно менять. Вот. И я прям помню мой последний там день, мой вылет, я прям сидела с другом в аэропорту, я опять там плакала горячими слезами. Если, как бы, у меня сложится карьера, где меня сразу возьмут на работу в Германии, я, как какой-то опыт мне с окончательным переездом на пару лет поехала, почему бы и нет. Ну, с возможностью вернуться, да, в Россию? Ну, да, ну, уже не хочется загадывать, уже не хочешь относиться к этому миру, как, ну, вот я переехал, и все, я переехал. Мир шире, ты можешь тут пожить пару лет, ты можешь пожить там пару лет, ты можешь весь этот опыт взять, вернуть и его, как бы, интегрировать сюда, там, опять же, напитаться новых идей и нанести их здесь. Либо, наоборот, отсюда брать идеи и тащить их туда. Немного по-другому глава уже после эмиграции начинает работать. Шире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова